На улице Савнаркомовской в объектив видеокамеры попали две девочки, которые среди бела дня буквально ураганом прошлись по только что облагороженной аллее. Местная семейная пара посадила на обочине маленькие ели, которые стали жертвами детей. Вот эти деревяшки не повалили, по этой елке кнули ногой, слава богу, что не сломали. Не знаю, прям повезло. И вот крайне уронили ограждение, сломали его, пусть оно как бы и неказистое, сделано своими руками на скорую руку, но все равно как бы это труд, это время. Здесь всегда репьян растет. Некрасиво. Ну и с женой решили выйти. Давайте что-нибудь красивое посадим. Мы посадили елки. Девочки их попытались сломать просто из хулиганских побуждений. Они просто так шли, вот им просто делать нечего девочкам. Ногами вот так пеняли, гоняли. Не от большого ума она это делала. Мне кажется, недалекая девочка-то. Этих девочек им напороть надо как следует. В итоге нам удалось найти одну из этих девочек. Она призналась, что попала под плохое влияние подружки. Она сказала, смотри, как я могу и сломала. Видите, она и сломала, и убежала. Ну, она такая, знаете, вот как бы, ну, бывает злая. Я сказала, тебя будут ругать. Она сказала, никто не увидит. Кстати, напомню, буквально в начале месяца всю область и даже Россию потрясло видео, на котором нижегородский подросток жестоко избивает пожилую женщину, а его друг снимает и комментирует все происходящее. Тогда молодые люди объяснили свой поступок тем, что эта женщина их оскорбила, тем самым спровоцировала такое поведение. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет. Но что касается ситуации с вечным огнем и елями, то ни под какое серьезное правонарушение эти поступки не подпадают. Так что остается только надеяться, что родители смогут как-то повлиять на своих детей.